доброе утро хочу буквально пару слов сказать про подкисление кустов голубики очень многие садоводы в комментариях пишут о том что при посадке кустов голубики они в субстрат добавляют гранулированную серу а также после посадки по поверхности почвы разбрасывают серу и тут же еще и проливают различными кислотами до для того чтобы закислить свой субстрат так вот друзья я хочу сказать о том что не нужно каждый раз при поливе подкислять голубику разными кислотами а если у вас еще и голубика посажена хороший чистый кислый торф то про подкисление вообще можно забыть на 2-3 года ее можно вообще несколько лет не подкислять единственное исключение это если у вас ну как бы обычный торф да или если у вас какой-то самодельный субстрат где кислотность будет нестабильная конечно же в идеале перед подкислением нужно ну как бы измерять кислотность субстрата потому что можно только навредить кустам вот а излишне излишне закисленная до слишком перекисленный вот субстрат можно так сказать очень сложно потом восстановить и голубика очень быстро погибает приходится многим садоводам просто напросто брать и пересаживать свои кусты в другой субстрат потому что очень сложно восстановить слишком низкую кислотность поэтому лучше не докислить субстрат чем перекислить а также очень многие садоводы пишут о том что красные листья до покраснения листьев это значит что голубики не хватает кислотности и начинают тут же ее заливать различными кислотами друзья покраснение листьев не всегда означает нехватку кислотности могут быть разные причины поверьте мне и кстати перекисленная почва тоже может быть признаком покраснения листьев да то есть так голубика реагирует у меня допустим посмотрите у меня тоже красный лист на голубике но я уверена в кислотности своей почвы а красный лист потому что у нас холодная погода когда холодная погода особенно холодные ночи то это голубика начинает ну у нее начинает краснеть лист да это естественное состояние голубики это ее естественная реакция на холодные температуры также вот кустик смотрите да можно подумать что вот он вот видите тоже красный лист у него поэтому не всегда красный лист означает низкую кислотность подкисляют разными способами кто-то подкисляет колодной серой есть гранулированная есть порошкообразная кто-то подкисляет уксусом кто-то электролитом то есть здесь кто что для себя выбирает я допустим свои кусты всегда подкисляю уксусом есть комментарии мне писали в которые готовы уксус очень вредно нужно подкислять электролитом но вы знаете я смотрю на состояние своих кустов ну я не думаю что уксус это вредно поэтому я 100 грамм уксуса 9 процентного столового на ведро воды и проливаю проливаю буквально два раза где-то в начале вегетации вот сейчас весной да и где-то в середине лета этого достаточно потому что я знаю что у меня хороший кислый торф самый конечно дешевый и самый ну скажем так долго играющий способ закислить субстрат это сера она может быть как я уже сказала гранулированная может быть порошкообразная вот сера она работает в почве до двух лет и если вы добавили до в свой субстрат при посадке гранулированную серу не нужно потом поливать ее разными кислотами чтобы не навредить конечно чем она мельче до порошкообразная тем она быстрее начнет действовать ну примерно где-то горсть коллоидной серы разбрасывают вокруг взрослого куста под взрослый куст но я хочу сказать вам что коллоидная сера да она не сразу начинает действовать она начинает действовать в примерно в течение нескольких месяцев почему потому что сначала под воздействием влаги до под воздействием почвенных бактерий теплой температуры она превращается в серную кислоту а потом уже эта серная кислота начинает работать и закислять ваш субстрат очень часто вот меряют кислотность садоводы до ph метрами но я хочу сказать что многие ph метр особенно китайские они могут показывать неправильные показатели у них могут быть неправильные данные поэтому самый конечно лучший способ закислить проверить кислотность субстрата голубики это обычная лакмусовая бумага делайте водный раствор то есть примерно горсть вашего субстрата разводите стакане воды и вот измеряете вот это лакмусовой бумагой до водную вытяжку вот это будет более надежный способ проверить кислотность субстрата вашей голубики поэтому друзья подкисляйте правильно очень осторожно чтобы не навредить своим кустам голубики желаю вам хороших урожаев и до новых встреч до новых встреч